данная лекция называется логические функции и элементы логическая переменная логические элементы логическая переменная переменная принимающая два значения истина и ложь в символном виде они обозначаются как единица и ноль что касается единицы и ноль либо истины и лжи то на самом деле при реализации в схемах используется напряжение если например напряжение соответствует 3,5 это в компьютерах то это единица если низкий уровень напряжения ну по сравнению с единицей например 1,6 то это ноль то есть материальная реализация значение истины и ложь это есть напряжение логическая функция это функция от логических переменных принимает также два значения истина и ложь то есть единица либо ноль высокий уровень либо низкий уровень логическая функция логические функции задаются логическими формулами также таблицы истинности где для каждого набора логических переменных указывается значение логической функции в левой части таблицы указывается набор либо это полное полное вероятный набор комбинации этих логических функций либо только необходимых для решения той или иной задачи набор комбинации аргументов а в правой части уже конкретное значение логической функции при таблице построение истинности надо учитывать порядок выполнения логических операций из логической операции выполняется в определенном порядке то есть этот то есть этот порядок похож на привычные нам по алгебре порядку сначала выполняется то что в скобках далее выполняется операция инверсии далее умножение и далее сложение операция выполняется слева справа при построении таблицы истинности не обязательно например соблюдать порядок порядок возрастания логических переменных с левой стороны либо убывания примеры логические функции для трех переменных приведен на слайде в данном случае формула логической функции имеет вид f равно в скобках x плюс y умножение на z то есть это означает в скобках дизюнкция логических переменных и x и y далее данная дизюнкция то есть результат результат логического сложения умножается на значение z здесь применен символ амперсант это называется амперсант это символ на символ на выражение конъюнкции операции конъюнкция либо логической функции конъюнкция на таблице с левой стороны в трех столбцах указаны значение логических переменных x и y и z с правой стороны функции f то есть надо иметь в виду всегда что функция например f это математическое обозначение зависимости от логических входных переменных и и когда таблица заполняется где значение функции f всегда 0 и 1 здесь всегда надо иметь в виду все что все операции выполняется нулями и единицами с использованием нулей и единиц но при записях да может могут присутствовать очень длинные выражения логические но когда конкретно принимается конкретно логическое переменение принимает конкретное значение и функции также соответствующие ставится только нули и единицы логические элементы из них мы 55 элементов уже назвали кроме тех пяти здесь еще имеется в виду исключающие или и исключающие или не на слайде здесь приведены два вида графическое изображение по ликобританскому стандарту и справа по международному стандарту исключающие или и исключающие или не это также обозначается как например xor или xx nor они также очень широко используются при приведении на различных логических операций в артметик логических устройствах и так далее примеры логической схемы и соответствующего ему логического уравнения приведен на слайде на данном слайде имеется три входных сигнала i1 i2 i3 и один выходной сигнал Q1 данная схема нарисована на в среде виртуального логического в среде программного обеспечения которое использовано для выполнения лабораторных занятий здесь Q1 равно если проследить слева направо кстати все сигналы то есть прохождение сигналов то есть все логические схемы строятся по принципу прохождения сигналов слева направо в данном случае с левой стороны все входные сигналы а справа выходные сигналы и все промежуточные логические функции приведены в середине например если взять самый верхний ряд i1 то есть в блоке B001 производится умножение в этом четырехугольнике приведет символ амперсан это и есть символ логического умножения здесь производится произведение i1 на i2 это черные точки где черные точки находящиеся на перекрестках линии обозначает это перекрещивание линии то есть это общая точка для них это также как два провода или три провода связать в один узел B001 производится произведение то есть конъюнкция логических переменных i1, i2 с выхода B001 данное умножение поступает в следующий блок B003 B003 в свою очередь поступает кроме данного произведения также i2 а также инверсия эта точка на входе B003 обозначает инвертирование инвертированный сигнал суммы i1 на i2 и в конечном счете на выходе B003 получится указанное результат указанного выражения внизу то есть внизу приведена сама логическая функция на в лабораторных занятиях есть имеет разное задание на данную тему спасибо за внимание